Здравствуйте, зрители. Я решила обложить тех, кто любит обзоры еды. У меня там три обзора заснято, но пока еще даже не дошло до монтажа. У меня даже заснят мукбак, но он внезапно в монтаже. Обзор еды этой одессы даже сделан, он тоже еще не смонтирован. А еще сегодня, наверное, грядет обзор вещей, которую я купила, которую я давно хотела, и раньше эта вещь стоила в три раза дороже, чем сейчас. Короче, вот в этой замечательной сумочке самопальной, не я ее палила, у меня тут еды. Но я шла просто мимо пятерки, где обычно бывает манго или авокадо хороший. Манго у меня две штуки есть, еще один уже очищенный и скоро должен быть, ну, в общем, часа через полтора его должна уделать в пюре, потому что груша лежит и еще другие фрукты. И, в общем, я думала, как это я туда-то не зайду. А я такая какая-то помирающая, я подозреваю, что, возможно, из-за того, что я тут две ночи подряд плохо спала, частично бессонницу словила, частично наше, хотя с чего. Плюс еще, наверное, наложилось то, что мы вчера по очень сильной жаре сажали картошку. И как бы бывает и жар, и с жарами, но вот чего-то я вдруг... Мой организм, точнее, решил, что ему надо помирать. И, главное, я мясо есть не могу, ни свинину, ни курицу, меня вообще как-то так воротят, от нее мутируют. И суп у меня есть, но я вчера переборщила с приправами, и вчера же, когда его ела, чтоб не помереть, в итоге потом помирала. Уже частично мне приправы говорили, ля, что-то ты нас много накидала, а не пошла бы ты, ля, нафиг, в итоге я вот сейчас тестовую варю пельмени, я не знаю, может быть, и их-то не смогу есть. Ну, в общем, я купила себе колбаса, колбаса была по скидкам, так как я поеду, надеюсь, что все-таки ничего не случится, все будет нормально, ну, в смысле, ничего не отменится, я поеду на поезде, и мне там надо было что-то есть, помимо прочего, и вот... Обычно меня выручают, я помню даже куда-то ехала, стероболтуру тоже, но на автобусе я брала с собой бутерброды с сырокопченой колбасой. По-моему, первый раз, когда я ехала в Карелию, и первый раз, когда при этом сфера был тур. В общем, вот, сокопченую колбасу я купила, она как раз там... Она была по скидке, срок у нее до 10-го, 0-6-го, кого-то из знакомых из прошлой жизни, день рождения, в этот день, кажется. И, в общем, 5 суток после вскрытия она еще может жить в пределах сроководности. Я подумала, что как раз это нормально. Увидела ее, думаю, что увидела, ну, она по скидке, думаю, на, взять, чтобы потом не покупать, в холодильнике будут лежать, где эта колбаса вообще. 63,04 колбаса, а нет, это не то, вот, 63 рубля ровно, это колбаса. Лимончик, потому что у меня есть авокадо, и я собираюсь делать салат, и я салат испрыскиваю лимонным соком, если у них есть авокадо. А еще, если отрезаете авокадо напополам, и половинку съедаете, а половинка еще как бы не ледит, и на что-то остается, то можно на нее спрыснуть на срез с этим соком, убрать в холодильник, в контейнер. 4 яблока на развес, свежий сезон, или как-то так. Сейчас узнаем, кстати, почем лимончики. Лимончик, это где? Лимоны 105 рублей, 99 копеек, 125 грамм, 13,25 он у меня вышел. Яблоки, яблоко сезонное, 72 рубля 99 копеек за килограмм. По-моему, слегка дешевле, чем в магните. Так, 345 грамм, у меня вышло 25 рублей 18 копеек. Я купила себе, так бы я купила его бы кусочком, но вот они были там только такие, причем 3 разных. А он так пахнет, из всех из них он пахнет именно так, как должен пахнуть этот сыр. Я вот все купила. Там что-то было 11 рублей за 100 грамм, что ли. 21 апреля сделано, до 20.07 она живет. 567 грамм в нем. Думаю, ну, так съем, с бутербродом съем, еду покрошу. В крайнем случае, по-моему, его тоже можно ложить в еду, если там что-то запекать. Вот в самом начале ролика я хотела сказать, а кто это такой наглый сидит на окне. А он взял да и ушел. И вот он сейчас пришел. Я специально камеру поверну. В общем, ну, я думаю, видимо, он его тоже будет есть. Короче, если вдруг я пойму, что у меня не лезет, а сыр уже помирать собирается, или типа того. Вот так вот. То я запеку что-нибудь. Ну, буду что-нибудь печь, его, короче, потру. Сейчас скажу, по чем сыр. В смысле, с чем он мне вышел. Да, вот 110 рублей 99 копеек за килограмм, то бишь 11 рублей 99, сколько там копеек за эти самые 100 грамм. Вот сколько он весит, так и весит. 568. 63 рубля 0,4 копейки он мне вышел. Там было два авокадо. Ну, смысле, там, конечно, было много авокадо, но я выбрала два, потому что они были как бы... Я не знала, почему вообще они. Они были, в общем, это, такие, что, в принципе, в холодильнике положь они еще полежат, но при этом, даже если сейчас сделать салат, то они уже нормальные. У меня там чайник скоро закипит, и я собираюсь заварить черный чай, по совету, Вики. Так, где у нас авокадо-то? 339 рублей 99 копеек. Короче, 340 за килограмм. Вышло у меня на 445 грамм. Два авокадо, 151 рубль 30 копеек. И что я купила? Я их уже обозревала, но они до монтажа еще не дошли. И даже сегодня я ела что-то подобное на мукбаге. Короче, в этот раз я купила, снова повторила, 3 рыбы, 3 фиш, 3 фиш, мидии в масле. Они там у них все еще в пятерке по скидке идут. Где-то, наверное, 49,99. Короче, 50 рублей без копейки. А еще я себе купила молока. Ну что, что-то я пока за козьим молоком не получилось у меня съездить. За коровьим я сегодня не осилила, потому что помирала в очередной раз. Я очень надеюсь, что оно вот такое раздутое, не потому что хочет ласты склеить. Так, я пока выключу. Хотя, в принципе, я могу уже залить. Что я тут, не знаю. Вы пока на кота попыритесь. Я даже в этот момент вырезать не буду. Типа, что-то такого. Обзор еды, заваривание чая. Пельмени практически уже сварились. Кот. Помаши в камеру людям. Усиком, глазиком, носиком, хвостиком. Вот хвостиком помаши. А, не хочешь? Короче, я купила я в итоге себе молока. Ой, я ногой случайно задела этот штатив. Потому что некоторые у нас его... Некоторые... Лапу покажу. Так вот. Некоторые его пьют. Иногда не пьют. А иногда воют. Что типа, что это ты молока-то не купила, а? Короче, купила себе молока. Станция молочное молоко. Пастерилизованное. 2,5% ширности. Срок годности. 10 суток. Своё родное. С 10 мая оно, видимо, с недавним. И до 20 мая. Что тут? 35 написано ещё. Короче, что это у нас тут? А, да, номер смены. 35. Жира 2,5. Белка 3. Углеводов 4,7. Нормализованное молоко. И это у нас дело... Это... Где аж я тут? Тверца, торжок. А мы когда с Машей были в Твери и в торжке, в общем, очень вкусная молочка. Торжка мне нравится. И я, в принципе, люблю её. Короче, вот увидела. Оно ещё было как бы типа по скидке. И я подумала... Ещё увидела после того, что оно ещё и торжковское. И решила, что может, почему бы не купить. Там и 3,2 было по скидке. Но мне как-то всё-таки сейчас кажется больше... Обычное, классическое, типа маложирное покупать. И пить. 900 миллилитров, 38 рублей, 10 копеек. Оно стоит. Ну и всё у меня вышло на 403 рубля, 86 копеек. И теперь у меня 13 каких-то электронных наклеек на карте. И... Общий баланс баллов, походу, дело 20. В общем, 10 рублей у меня на карте этих баллов. Я могу 10 рублей оплатить баллами. Агипей. Мы залезли... Вы видите, там куда мы залезли. В общем, вот такой у меня обзор еды. Прям хочется открыть и гласнуть. Ну да ладно, то у меня сейчас еда ещё будет другая. Всем спасибо, кто осилил. Всем котика. Всем пока.